Так, всем приветик! Мы в городе Карлайл, который находится на границе с Шотландией. Пойдёмте погуляем чуть-чуть, посмотрим, что тут есть. Ну, как вы сами видите, город исторический, даже вот пешеходный центр, пешеходная улица, да? И, ну, у него история ещё там от римлян, то есть название идёт от римлян, потом к нему прибавили англосаксы. Вот здесь есть замок, который построен в Вильгельмом Рыжем. Здесь есть собор. В общем, короче, этот городок, хотя не очень большой, но это сити. Спасибо. 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 В Londoner. Это самая старая часть города. Окно забито в самой старой части, смотрите, и вот это городская стена. Вот так вниз сейчас покажу. Мы идём по стене. Сейчас интересную вещь вам расскажу про этот город. В общем, как я сказала, он находится уже почти на границе с Шотландией. И поскольку город исторический, в течение истории он менял свой статус, то есть он был то на территории Шотландии, то на территории Англии, то там чуть ли не граница проходила посреди города, в общем, короче, разное было, и поэтому здесь очень много было беспорядка, особенно в средние века, постоянно непонятно, кто отвечает здесь за порядок, Англия или Шотландия, и никто не мог навести порядок, поэтому здесь было очень много преступности, там грабежи, насилие, там и всякое такое. Даже в средние века Папа Римский посетил вот Карлайл и сказал, что это самое беззаконное место на Земле. И в 16 веке архиепископ города Глазго, наверное, чтобы подлизаться к Папе Римскому, приехал сюда, посмотрел и проклял Карлайл. Вот, представляете, что могли тогда делать архиепископы? Он проклял город. И поскольку он был человек, видимо, красноречивый, он не просто сказал, да будет проклят этот город, а проклятие было длинное, с перечислением всех деталей, кого и как, и за что, и где, и что, и почему он проклинает. Вот, ну, это такая историческая, в общем, деталь, интересная города, да. Когда был Миллениум, все, в общем, как-то это праздновали, все как-то отмечали, да. Вот в Лондоне, например, тоже было празднование Миллениума, Лондон Айтем и все такое. В городе Карлайл они решили своеобразно подойти к Миллениуму. Хотя было здесь много исторических событий, но они решили увековечить именно это проклятие. Наверное, им показалось это очень оригинальным, взяли огромный-огромный камень и высекли слова проклятия, которые произнес тогда архиепископ. Как я сказала, он был человек красноречивый, видимо, поэтому проклятие состояло из, ну, там, более чем тысячи слов, короче, надо было высечь, и поставили этот камень в городе. Вот. В общем, короче, это был 2000 год. И вот с тех пор начались в городе несчастья. Местный футбольный клуб все время проигрывал. Вы знаете, футбол-то национальная игра в Англии, то есть это важная вещь, да, и поэтому есть даже такое выражение «goal famine», то есть, ну, как бы, голод по голам. В общем, нет голов и все, они забиваются, как в песне, да. Крокодил не ловится, не растет кокос. Ну, потом начались какие-то эпидемии. В общем, не то, чтобы это какие-то там, ну, не эпидемии испанского гриппа, но вот есть тут, например, такая hand-foot-mouth disease, не уверена, как называется по-русски. Сыпь на руках, на ладонях, на подошвах и во рту. Я не знаю вообще, в России есть такое или нет, я только с этим здесь столкнулась. Это бывает в школе, очень неприятная вещь. Вот здесь прям поразила весь город. Безработица навалилась на город. Ну и кроме того, самое ужасное, начались наводнения. Здесь в городе есть три реки, было несколько таких случаев, что были сильные дожди, реки выходили из берегов, соединялись. И наводнение это было самое неприятное, то есть это действительно затопило много домов, там и затопило полицейский участок, и пожарную станцию, и даже погибли несколько человек. Некоторые горожане стали предлагать убрать камень, сказали, извините, но к чему вообще эти проклятия, у нас все стало так плохо. Это было пять лет спустя после его установки, в общем, стали собираться подписи на то, чтобы камень демонтировать. Вот, как думаете, демонтировали или нет? Вот, было много обсуждений насчет камня, и решили его оставить, потому что одна, как бы горд разделился на две части, да, от них говорили, демонтируйте. Вот вторая часть сказала, что если вы уберете этот камень, то это говорит о том, что вы верите в эти проклятия, что они имеют влияние на вашу жизнь. И когда уберете камень, вы покажете свой страх, и будет еще только хуже. Проклятия начнут действовать хуже. Ну, в общем, не знаю, по этой ли причине, этот ли аргумент или другой, но администрация города камень оставила, он стоит до сих пор. Вот такая интересная и странная история случилась в городе Карлайл. Вот собственный замок. Видите, какой классный. Прямо с такими воротами, что и не пройдешь. Так, Марти, значит, билеты. А билеты у меня. Вот видите, какие. Страх и ужас. Да, а у меня билеты. Так, вот такой замок. Сейчас пойдем смотреть внутрь. Дорогие люди, хотела попросить у вас прощения. Я, наверное, наложу текст за кадром. Ну, то есть сниму, а потом озвучу, да? Я это не очень люблю, честно вам признаюсь, потому что для меня такие видео выглядят... Ну, они на документальный фильм профессиональный не тянут и живость теряют. Но мне в последнее время стало все сложнее и сложнее снимать так, чтобы идти и вот рассказывать, как настоящий экскурсовод. Потому что у меня дети, они меня отвлекают. И как бы тяжело носиться с ребенком и с камерой. Вот, что-то такое происходит. Вот, я знаю, что многие это тоже не любят и пишут мне иногда даже. О, включила экскурсовода. Вот, это не то, чтобы я включила экскурсовода. Просто, когда дети очень активные, то тяжело быть и рассказчиком, и оператором, и еще мамой. Вот, поэтому простите, сейчас сниму, как могу, про замок. Пойдемте. Замок Карлайл был построен в 12 веке, то есть ему около 900 лет. И поскольку город стоит практически на границе Англии и Шотландии, то за свое время замок, конечно, повидал много сражений и различных исторических переворотов. Например, в свое время Мария Стюарт провела в темнице замка 8 недель. Кроме того, во время английской революции замок в течение 8 месяцев осаждали парламентские войска. В 18 веке это была последняя осаждаемая крепость во времена восстания якобитов. В 19-20 веке замок использовался как военная база, и сейчас он работает как музей принадлежит организации English Heritage. Смотрите, какие тут интерактивные игры для детей. Собери какого-то средневекового монстра. Вы, случайно, никто не подписан на группу страдающая средневековья в Инстаграме или в Телеграме? Очень допомнила в теле, в Фейсбуке. Ну да, во многих английских музеях, особенно English Heritage, здесь есть такие интерактивные штуки для детей. Да, здесь, ну и для взрослых, да, здесь коротко рассказывается история замка. А для детей и для взрослых, таких как мама Ира, такие загадки. Значит, смотрите, здесь есть, например, копии вот этих вот барельефов, да, средневековых. И надо угадать, что они, они все рассказывают какую-то историю, надо угадать, что это за сюжет. Например, вот как вы думаете, что они хотели сказать вот этим, да? У нас ребенок сказал, курица пришла, кошки. Вот здесь ответ. Да, лиса проповедует курицам. То есть это такое, есть такая церковная аллегория, да, о том, что хищники не могут проповедовать своим жертвам, Слово Бога. Вот. Что хищники пользуются как раз глупостью и наивностью своих жертв. Ну, как бы, как волки в овечьей шкуре, да, притворяясь благочестивыми людьми. Итак, вот тот самый злополучный камень, он стоит в подземном переходе. Вот, видите, сколько проклятий. Я вам все прочесть не могу, на самом деле. Ну вот, видно, я проклинаю это, я проклинаю то. Но дело в том, что это все-таки 16 век, и английский язык был тогда совсем другой. Поэтому даже непонятно, что он написал, кроме я проклинаю. Да, ну, в общем, вот такое вот. Вот такой камень. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!